Доброе утро фанаткам Лизы Андреющенко, Андреученко, или просто лысой колхозницы из 2007 года. Сейчас я расскажу правду. Правду про кровать и еще кое-что бонусом про вашу любимую цель я расскажу сегодня. Лизочка, любимая моя, я при всех участницах восьмого сезона сказала, что ты не в моем вкусе и что хватит ко мне подкатывать. Отстань от меня, родина. Я еще сказала при всех, что у тебя лысина, что ты не очень, что ты выглядишь как парень. Я тебе это говорила еще до конфликта. Ну и правда я то, что ты говорила, что ты не очень и говоришь, что ты не в моем вкусе, типа. Кто тебя клеил? Я? Мне никогда в жизни даже не нравятся такие, как ты и никогда не понравятся, потому что у меня есть вкус. Понимаешь? Но самое главное это предательство от Ларисы Кравцовой. От Ларисы Кравцовой, которая сначала стояла, смеялась, снимала на видео наш конфликт, а потом вдруг ни с того ни с сего ворвалась и начала меня оскорблять. Ситуация. Мы приехали к девочкам в дом, к восьмому сезону, на битву сезонов. Ну и естественно нас 10 человек, девочек осталось 8. И понятное дело, что кровати, скорее всего, не хватит. Мы заходим, не достается кровати мне и Насте. У нас получаются вот такие вот тоненькие, блять, вот эти шконки. Ну вы поняли, короче. Без матрасов, без сё. Вот. Мы такие ложимся, но я такая, ну вроде норм, мы такие что-то лежим. И по итогу я уснуть не могла, но мне сразу же предлагала кровать и Вера там, и Карина. Вот. Но мы отказались. Роня уходит, освобождается кровать. Мне об этом говорят, мне говорит об этом их сука-няня Даша. Я такая, о, классно кровать, освобождается, пойду за ему. Типа, а чё нет? Классно спать на кровать. Получается, я иду в ту комнату к девочкам. Там в комнате только Света. Я говорю, типа, я вижу эту кровать. Говорю, о, можно я её заберу? Мне сказала, типа, Даша, что я могу её забрать. Даша тоже заходит в этот момент в комнату со мной. Вот. Мне такие все, да, 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 мы со Светой берём эту кровать. Никаких записок там не было. Единственное, что было там, это была тетрадка обычная, зелёная. Вот. Я её открывать не стала, и постельное бельё было. И рядом же какие-то сапоги стояли, чёрные, ну, которые нам выдавали. И я думала, что это осталось просто не сапоги тетрадка Рони. Потому что Рони, блядь, ушла. И я не думала и не знала, что Рони уже заезжала в дом, что она, или что уже вещи там не её, а Лизины. Короче, я в Лише не ебала, блядь, что кровать занята уже Лизой. Понимаете, да? А у Лизы как бы изначально была кровать, но на верхнем ярусе. Вот. И мы со Светой, короче, потащили эту кровать в другую комнату в нашу. Приносим. Ставим. Ну, вот, ставим на кровать. Хихикаем там со штрефом, что-то там обсуждаем. Выходим из комнаты. Идёт Андрюшенко, говорит, вы чё, ну-ка отнесли мою кровать быстро обратно. Ну, как-то вот так было сказано в грубой форме. Мы такие, чё, мы даже не поняли про какую кровать. Потому что мы не знали, что она её, понимаете? Вот. Мы такие, чё, чё за кроватинки? Вот, вы перетащили. Ну, и мы ей начали говорить, что типа, а чё ты так разговариваешь, блядь, сама бери и тащи её. Ну, типа, какого хуя этого? Мы выходим, и говорит, тащите мою кровать. Почему ты не могла изначально сказать, девочки, вы взяли мою кровать? Типа, вы взяли мою кровать, зачем ты изначально с наездом? Вот зачем Андрюшенко изначально подошла и начала наезжать? Я ей что-то плохое, блядь, сделала. Нет. По-моему, я ей дарила шоколадки, приносила еду на работу, блядь. Покупала кофе, хотя она, блядь, не никто. И если она подумала, что это подкат, ну, блин, извини, дорогая, но я просто добрый человек. И типа, мне не жалко купить кому-то кофе, мне не жалко купить кому-то поесть. Типа, ну, это прикольно, я даже незнакомых людей радую, я могу купить шоколадку, типа, незнакомому человеку. Просто, просто так. Вот у меня сейчас слезы на глазах, потому что, блядь, ты когда делаешь что-то хорошее, и человек, типа, потом просто так поступает. Ну, типа, мне было очень неприятно. Мне было неприятно, потому что я говорю, ну, вот когда вот этот конфликт был с кроватью, я потом ушла, типа, плакать, ко мне вилета пришла в туалет. И я говорю, ну, доченька, типа, тебе жалко реально кровать? Если бы я могла забрать верхнюю, да, блядь, если бы я знала, что она твоя, я бы ее не взяла. Мне просто интересно, она реально этого не поняла? Типа, она реально до сих пор думает, что мы специально взяли ее кровать? У Светы, блядь, спроси. А с этого момента для меня нет ни Лизы Андреющенко, ни Ани Гороховой, ни Лариса Кравцовой. Все, вот эта троица может тусоваться как бы втроем. Никаких неподдержки, все, не ждать. Лариса выбрала себе вот этого бедного несчастного из войны, вытащила, вот и все, занимайся. Стой, ситуация с кровати, я выхожу из туалета, вижу, что она кровать забрала, я думаю, ебать. Ну, и человек просто у меня, нахуй, в сердце, блядь, вот так вот. Я клянусь, ну, мне, типа, когда смотрят, по спать, мне неприятно. На следующий день она, как ни в чем не бывало, типа, со мной общается, я думаю, серьезно? Ты сейчас серьезно? Ну, я окей, я схавала это, такая, бля, не то, чтобы я там такая с ней общаюсь, ну, я такая, мм. Окей. Вот, я забыла свое дорогое платье, платье не могут мои найти, я думаю, что же, что же могу произойти, куда оно могу деть. Оказывается, выгнали Диану, она забрала случайно мое платье. Как я вам уже сказала, я написала Лизе Андрюшенко и спросила. Ну, я подумала, что они с Дианой вместе, потому что, типа, они там засуялись вместе. Я пишу, привет, Диана, не с тобой, просто она случайно забрала мое платье, оно для меня очень важно, типа, я хочу его забрать. Она пишет, и что? Я все-таки связываюсь с Дианой, вот. И спрашиваю, типа, когда сможешь мне платье там отдать? Блин, и прикинь, такая вот детская хуйня произошла, такой детский поступок, типа, прикинь, мне человек предложил заплатить, чтобы я сожгла твое платье на видео. Я такая. И в этот ебаный момент я вспоминаю, как Лиза Андрюшенко хвасталась передо мной. Блять, я еще думаю, почему я тогда нихуя не поняла? Почему? Она передо мной хвасталась, как только мы начали общаться, что она облила свою бывшую девочку мочой. Просто, блять, потому что та ей что-то сделала. Да неважно, кто передо мной будет стоять. Враг, не враг. Я никогда в жизни никого не оболью мочой. Вы орете, и этого человека вы восхваляете? Вы думаете, что она такая ангел, не пьющая, не курящая? Бедная Лиза. Бедная Лиза актриса. Вот кто бедная Лиза. Блять, было так смешно наблюдать на конференции, на фан-встречи. Вот мы сидим, мы же сидели вот так, и вот этот момент, когда уходит Ронни. Смотришь на Лизу Андрюшенко, уходит Ронни, и она вот так вот быстро меняет лицо и начинает вот так. Вот так. Блять, это так смешно. И почему-то многие люди, фанаты, кто фанател от Лизы Андрюшенко, когда они узнают ее в жизни, они меняют свое мнение. О, ну, я забыла же Ларисе передать. Лариса, привет. Привет, подруга. Ну, для тебя дружба, наверное, это ничто. И теперь-то я вижу, что ты не умеешь разбираться в людях. Спасибо тебе за все. И удачной тебе жизни. Удачной тебе дружбы с Анной Гороховой. И удачной тебе дружбы с Лизой Андрюшенко. От тебя я отписываюсь, и более видеть тебя, и общаться с тобой я не желаю. Надеюсь, что больше никак в жизни я тебя не увижу. Ты, человек, от которого я всегда ждала поддержки, в такой момент меня уничтожил. Поэтому ты идешь далеко и на долго.